В адрес министра внутренних дел по республике Адыгеи Ивана Бахилова поступила благодарность от жителя Пензенской области. Он выражает признательность сотрудникам Дорожно-патрульной службы, ГИБДД МВД по Адыгеи, старшим инспекторам ДПС, старшим лейтенантам полиции Салиму Ляфишеву и Азамату Шадже за профессионализм и отзывчивость. События имели место в конце августа, когда полицейские несли службу на автодороге в пригороде Майкопа. В этот день к ним внезапно подъехала машина, из которой выбежал взволнованный мужчина. Он с семьей возвращался домой и у супруги в это время резко ухудшилось самочувствие. При этом водитель пояснил, что не ориентируется в незнакомом городе. Оценив ситуацию, госавтоинспекторы поняли, что женщине срочно нужна помощь медиков. Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть и, не теряя времени, сопроводили автомобиль до Адыгейской республиканской больницы. По прибытии офицеры помогли мужчине на носилках перенести потерявшую к этому времени сознание супругу в приемное отделение. Заявитель в своем обращении отметил. Выражаю слова глубокой благодарности и признательности сотрудникам за оказанную помощь. И искренне рад, что в органах внутренних дел Адыгеи работают такие отзывчивые и неравнодушные люди. Сотрудниками полиции Кашхабльского района установлены некоторые обстоятельства ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. По имеющимся предварительным данным, ночью неустановленный автомобиль допустил наезд на парня и скрылся с места аварии. 17 сентября около 6 часов утра в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский поступило сообщение о том, что на подъезде к автодороге Майкоп-Геогинская-Псибай возле хутора Михайлов наряд ДПС обнаружил молодого человека, по предварительным данным, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место ДТП срочно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекции. Стражи правопорядка выяснили, что погибшим является 16-летний подросток, проживавший в Шовгеновском районе. Накануне нашей программе стало известно, что оперативниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский установлен водитель, скрывшийся с места ДТП. Им оказался 27-летний житель Шовгеновского района. Полицейским понадобилось сутки для его задержания. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России. Его оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции Кашхабльского района. Согласно анализа тяжких ДТП, одной из распространенных причин является выезд на встречную полосу. Это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. При столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Как показывают статистические данные ГИБДД Адыгея, на дорогах республики за 8 месяцев 2021 года произошло 30 подобных аварий. В них 17 человек погибли, 39 получили различные травмы. Необходимо отметить, что в большинстве случаев в выезду на полосу встречного движения сопутствует ряд таких нарушений, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение скоростного режима, неблагоприятные дорожные и погодные условия. Так, 20 мая текущего года 26-летний житель Кашхабльского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил тяжкое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на 133-м километре автомобильной дороги Майкоп-Геогинская-Псибай-Зеленчукская-Карачаевск. Управляя автомобилем «Лада», этот водитель превысил разрешенную скорость движения и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с отечественной легковушкой. В тот момент в ней находились двое жителей Краснодарского края в возрасте 33 и 36 лет. В целях профилактики подобных аварий в местах переходно-скоростных полос устанавливаются сигнальные столбики со световозвращателями, предотвращающие выезд навстречу другому транспорту. Отметим, что способы профилактики данного вида правонарушения разнообразны, но в последние годы все более широкое и эффективное распространение получило применение экипажами госавтоинспекции, беспилотных летательных аппаратов Росгвардии. Это подтверждает статистика, согласно которой с 2017 года по настоящее время ГИБДД Адыгеи совместно с авиаотрядом выявлено более 600 выездов на полосу встречного движения. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений служебной деятельности республиканского МВД является выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И как показывает анализ, наркозбытчики активно используют в своих противоправных целях ресурсы сети интернет, а также реализовывают наркотики бесконтактным способом через тайниковые закладки. За 8 месяцев текущего года на территории Адыгеи выявлено 192 наркопреступления, из которых 92 тяжких и особо тяжких. Сотрудниками полиции пресечено 74 факта сбыта запрещенных веществ. Всего к уголовной ответственности привлечено 127 лиц, 6 фигурантов совершили преступления в состоянии наркотического опьянения. Из незаконного оборота изъято более 12,5 килограммов запрещенных веществ, причем как растительного, так и синтетического происхождения. Согласно статистике МВД, больше всего наркопреступлений выявлено в таких крупных муниципальных образованиях, как город Майкоп и Тахтамукайский район, 102 и 35 соответственно. И в продолжении темы. Следствием полиции города Майкопа завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Краснодарского края в возрасте 29 и 35 лет. Установлено, что они причастны к покушению на сбыт наркотиков бесконтактным способом. Комплекс мероприятий по изобличению противоправной деятельности указанных лиц реализован в апреле текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Адыгея. Тогда стражи правопорядка получили сведения, что мужчины планируют наладить сбыт наркотиков на территории Майкопа путем передачи координат, тайников с использованием сети интернет. Сыщики задержали подозреваемых в одном из микрорайонов города, у них изъяли пакет, содержащий несколько десятков свертков с неизвестным порошком. Эксперты изучили содержимое и выяснили, что в них находилось около 8 граммов героина и метадона, расфасованных в разовые дозы. На время следствия суд арестовал мужчин, теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Напоминаем, что с целью более оперативного реагирования на подобные факты в полиции Майкопа организована работа отдельного телефона доверия для приема сообщений о закладках. Контактный номер 52-77-77. Также у Майкопчан есть возможность не только устно проинформировать ОВД о наркопреступлениях, но и прислать фото и видеоматериалы на номер сотовой связи 8-967-308-82-28. Телефоны работают в круглосуточном режиме, анонимность гарантирована. Продолжение следует...